Плешу! Всем привет! Здравейте на всички! Все окончательно, надеюсь, проснулись, взбодрились. А где вы все, всички, все забудели в вече? Я недавно писал в своем инстаграме, что исполнилось в этом году 6 лет, как я принял водное крещение. И знаете, в самом начале, мне очень часто говорили, что я предал свою религию. И мне эти слова... Так больно били по сердцу. Так было обидно. Я пытался убедить людей, что это не так. Что у нас одна и та же религия. И знаете, только спустя несколько лет я понял, в чем была моя ошибка. Будучи весьма религиозным человеком, я пытался переубедить таких же религиозных людей. И я подумал... А в чем разница между религией... И верой? Религия... Она меняет нас снаружи. Мы начинаем правильно одеваться. Започваме правильно да се обличаме. Правильно себя вести. Правильно да се държим. А вера? А верата? Она меняет нас изнутри. Тя не променя от вутри. Знаете, вот мы на днях с Аней проезжали, увидели, что продают арбузы. Наскоро со Саней петувахме и видяхме, че продават дини. И мы с лагеря их не ели и решили купить. И след лагеря не смеем ги ели и решили, да ги купим. И делали все по технологии. Правихме всичко по технологии. Смотрели, чтобы был сухой хвостик. Стучали по нему, чтобы был такой звонкий звук. Мы все там простучали, как будто на барабанах играли. И выбрали, как нам... Ну, у меня слух не очень, но Аня хороший. Я говорю, звонкий? Она говорит, звонкий. И с виду такой весь красивый. И мы его взяли. Взехме его. Пришли домой. Прибрахме се. Разрезали. Разрезахме его. А внутри он гнилой. А вутра е бил... Печеб е бил изгнил. Причем, что самое интересное... И най-интересното... Краешек, который ближе к каре... И край, който ближе до курата... Он прям хороший. Изглежда много добре. Он и давал вот этот звук. Он твёрденький. А конкретно сердцевина... Она была прям очень мягкой, чёрной. И суперневкусной. И тогда мне такой... О, вот оно. Вот таким я был религиозным человеком. Таков религиозный человек бях при дегудине. Снаружи вроде весь звонкий. Красивый. Внутри страна много красив. А внутри действительно с гнильцой. Давайте откроем на сегодня первое место. И что, утворим первое место днес? Откровение. Откровение. Третья глава, семнадцатый стих. Третья глава, семнадцатый стих. На экране вы можете видеть перевод. На проектора именно булгарски. Всем известное место. Известное место за всички. Ибо ты говоришь, я богат и разбогател, и ни в чём не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и ниш, и слеп, и нак. Знаете, когда человек приходит в христианство, С точки зрения религии, Он получает список правил, Которые ему нельзя делать. И исполняя их, Ты становишься хорошим мальчиком или хорошей девочкой. Но следовать за Иисусом Христом, Это совершенно другая вещь. Вы должны пустить Его в своё сердце. Вы должны иметь взаимоотношения с Господом. Вам нужно иметь эту веру в сердце. И это уже совершенно другие вещи. Пускай каждый из нас сам заглянет в своё сердце. И задаст себе этот вопрос. Что в нашем сердце? И как мы живём? По вере? Или по религии? Или по религии? Знаете, я на этой неделе видел один очень интересный социальный эксперимент. Парень подходил к прохожим И задавал только один вопрос. Парням он задавал вопрос. Хотите ли вы, чтобы у вашей будущей дочери был такой же муж, как вы? И знаете, вот было очень интересно наблюдать за реакцией людей. Потому что каждый человек, которому задавали этот вопрос, задумывался. Именно в этот момент начинала работать голова, и человек начал оценивать свои качества, какой он человек. И знаете, вот меня удивил процент ответов. Большинство людей говорили, что не хотят. И знаете, это заставило меня задуматься. И това меня накарало и аз да се замислям. Проверить своё сердце. Да проверя своё сердце. Действительно. Дали? Хочу ли я? Аз искам? Абички будущего мужа такой, как я. Абичка, да има будешь муж, как то мен. Таков, как то мен. Но благо я пришёл к положительному ответу. Добре, что дойдох к положительному отговору. Это было весьма скромно. Това беше много скромно. Давайте откроем ещё одно место. Евангелие от Луки. Девятнадцатая глава с первой по десятый стих. Потом Иисус вошёл в Верехон и проходил через него. И вот некто по имени Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперёд, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо неё. Иисус, когда пришёл на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошёл и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашёл к грешному человеку. Закхей же встал, сказав Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что он сын Авраама, ибо сын человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее. Аминь. Знаете, вот, когда я первый раз прочитал это место, прочитал это Евангелие, вот такой думаю, ну, прикольно. Человек отдал половину имущества. Был воздать ещё вчетверо тем, кого обидел. Но много аспектов я пропустил. Тот момент, когда люди удивились, что Иисус пошёл в дом грешному человеку. Сколько ситуаций мы встречали в жизни, когда человек приходит в церковь, а в голове такое, недостоин он ходит в церковь. Сколько людей из нас слушали, когда мы приходили в церковь? От своих знакомых, зная, кто мы и как мы жили до этого. Ой, ты в один момент решил стать святым. И знаете, вот только спустя годы я понял, что внутри людей в этот момент говорит не вера, а религиозность. Знаете, если проповедь о Христе вас не цепляет, знаете, я могу подумать, что вы ещё не встретились с ним до конца. Знаете, если вы не готовы служить и жертвовать, то в вашем доме ещё нету Христа. По крайней мере, не так, как в доме Закхея. Знаете, если христианская жизнь для вас просто хихеньки, и вы не задумываетесь о сути Божьего Царства, о его миссии, то я скажу, что вы ещё не познали эту любовь. Потому что, когда вы примете Христа в своё сердце, вы уже не будете прежним человеком. Вам уже не захочется делать то, что вы делали раньше. Вам не захочется говорить так, как вы говорили раньше. Смотреть то, что вы смотрели раньше. Всякая ложь, всякий грех, всякая мерзость станет вам очень противной. И вам не нужен будет список правил, а что можно, а что нельзя. Вы будете понимать в сердце, что есть хорошо, а что есть плохо. Знаете, в последнее время на молодёжках неверующие ребята довольно-таки часто закидывают нас вопросами. О том, как Библия смотрит на те вещи, на иные вещи, на другие. И знаете, у нас иногда уходит по полтора-два часа на то, чтобы на всё это ответить. С одной стороны, это радует, что молодые ребята тянутся, им интересно. И мы несколько, не знаю, может быть, три-четыре молодёжки так отвечали, 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 отвечали. Может быть, три-четыре соберения так отговорахме. Но потом мне пришло в один момент, что эти вопросы могут быть бесконечными. И есть один универсальный ответ, что когда вы познаете любовь Христа, вам всё остальное уже станет понятно. Пережив эту любовь, вы уже не захотите её терять. Вы захотите всё больше, больше и больше этого. Я могу признаться, что первые три года своей христианской жизни я был религиозным человеком. Я соблюдал чёткий устой правил. И я не понимал, когда люди очень восхищённо говорили о Божьей любви. Мне не верилось о тех чудесах, которые происходят в жизни людей. Я думал, это какие-то сказки. Но спустя три года, когда я своей религиозностью закопал себя максимально глубоко, я пришёл к Богу, сдался и захотел испытать эту же любовь. И пережив этот момент, я больше не хочу возвращаться в ту жизнь. Я хочу ещё больше поделиться этой любовью. Знаете, каждому из нас Иисус стутится в сердце. Он хочет быть в нашем сердце. Но тут вопрос, пускаем ли мы Его туда? На вопросе, дали го пускаме, чтобы пережить эту любовь. Да преживеем тази любовь. И знаете, вот мне очень радует последнее время, последнее время много ме радва, когда люди, мои старые знакомые, което хората, старые познати, наблюдая за нами в Инстаграме, наблюдая за нас, наблюдая ни в Инстаграм, они говорят, мы хотим так же, такую же жизнь. Деказыват, че искат същия живот. При этом мы не швыряемся роскошью, богатством. Зачастую попадаются мои старые знакомые, которые финансово намного выше уровня, чем я. и пообщавшись вот с ребятами, с верующими, побыв хотя бы один день в этой компании, они хотят еще больше с нами быть, еще больше общаться, потому что они испытывают эту любовь. и знаете, вот я в своей жизни не переживал ничего сильнее, когда в момент самого большого отчаяния, я сдался, преклонился перед Богом, и лично почувствовал эту любовь. лично усетих тази любовь. Знаете, нет ничего лучшее, няма нищо по-добро, чем когда в момент молитвы, когда вы убираете всякий скепсис из своей головы, когда вы действительно хотите почувствовать эту любовь, и вы слышите эти заветные слова, я слышу тебя, мое милое дитя, и эти чувства, эту любовь, ни с чем не сравнить. Знаете, у меня есть еще один вопрос к вам, как вы думаете, какое самое большое расстояние в этой комнате? от потолка к полу, или от стен к стене, знаете, самое большое расстояние в этой комнате? 25-30 сантиметров, от головы до нашего сердца, вы можете знать очень много фактов о Боге, но при этом не быть его ребенком, вы можете знать очень хорошо Библию, но при этом не знать его автора, обаче да не познавате неговият автор. рай и ад разделяют вот эти 25-30 сантиметров. Божье благословение и Божий гнев разделяют вот эти же 25-30 сантиметров. Знаете, в последнее время, где-то 2-3 месяца, я переживаю какую-то новую любовь Божью. вот я сейчас вам вот это вот говорю, и у меня внутри сердце прям вырывается. Я с большим трудом задерживаю слезы. И знаете, у меня ушло очень много лет на том, чтобы вот этот коннект между головой и сердцем хоть на малость соединить. И сейчас любую проповедь, когда говорят о Христе, любой рилс, любое на Ютубе видео, у меня мурашки, прям их видно, они по столу готовы пробежаться. И уже несколько месяцев у меня очень большое ощущение, что в Българии может быть через год, может быть максимум через два, может быть година, след две годины будет очень большое пробуждение. Знаете, сейчас очень много христиан нацелились на мусульмански страны. Много христиани са се насочили към мусульмански държави. Вот мы периодически ездим в Турцию на конференции в лагеря. На молитвенном служении пастыря рассказывали, как наши знакомые пастыря, миссионеры, приезжая в Турцию, желая открыть церкви, служить. Встречают огромное сопротивление. И те усещат голямо сопротивление. Някои имат проблемы с сердцем, в общем проблемы со здоровьем. У нас пастырь тоже встретил это сопротивление. И знаете, потому что там стоят очень мощный барьер и заслон. И мы по чуть-чуть, по чуть-чуть пытаемся его пробить. И малко по малко се опитваме да я преодолеем. Но буквально на днях молясь за Турцию, потому что у нас там тоже есть друзья, которые служат. Я получил такое понимание, что чтобы туда было проще зайти, нужно, чтобы в приграничных территориях произошло большое пробуждение. в крайней территории требуется случай гуля пробужденный. А кто граничит с Турцией? Мы. Грузия. Армения. Армения. Там Ирак, Иран. Ирак, Иран. Сирия, да. И через какие страны проще воздействовать? Болгария, Грузия, Армения. Три христианские страны. Три христианские державы. И Греция. И Грития. Ну да, они, можно сказать, тоже на границе. Все, что можно сказать, сейчас на границе. И, знаете, вот лично я ожидаю, что в ближайшие пару лет в этих странах произойдет пробуждение. В наших силах, в нашей власти то, это пробуждение произошло тут. И все зависит от того, что мы верим или мы в религии. Знаете, я на днях разговаривал с моим другом, и он уволился с работы и ищет новую работу. он специалист хороший, сфера ИТ. И раз 7-8 ему говорили, вы приняты, ждем завтра вас в офисе. И вот он утром садится в машину, чтобы ехать на работу, и ему звонят, говорят, не приезжайте, мы нашли получше. кандидат. И это было не один, не два раза, он говорит, семь, восемь раз. И он говорит, такое чувство, что Бог не хочет, чтобы я работал в Молдове. оставался. Я ему говорю, ну, возможно, Бог тебя просто ведет в лучшее место, вот где тебе было лучше всего. Он говорит, когда я был на миссии. А он периодически ездит на миссию в Грузию, в Армению. Был в России, был в Украине. Бил в Руси, в Украину. Так, на два-три месяца. И он говорит, я получил от Бога понимание, куда мне нужно идти на миссию. Но пока есть небольшое сопротивление со стороны семьи. Особенно жены. Я ему пишу в этот момент. Я теперь понимаю слова апостола Павла, когда он говорил про... И почему он не женился в целом. И знаете, я ему рассказал, поделился своим откровением, которое получил насчет пробуждения. И только потом он сказал, что ему Бог сказал ехать на миссию в Грузию. И после нашего разговора он еще больше зарядился и сейчас будет прикладывать больше усилий, чтобы уговорить семью. След наш разговор той еще повече зарядил и что действительно это очень важно. Это наистина и много важно. Я недели две назад, когда проповедовал, говорил насколько люди за этими стенами нуждаются в Божьей любви. И очень интересно, что за эти две недели я встретился со старыми знакомыми и пообщавшись с ними, я еще раз убедился, насколько они нуждаются в этой любви. Насколько люди, когда открываются, в них внутри очень много боли и страдания. Особенно за последние 3-4 года обстоятельства вокруг нас еще больше создают боли. И люди живут с чувством безнадежности неуверенности и страхи. И когда, знаете, они встречаются с, казалось бы, верующими людьми, но получают от них не веру, а религию, это их очень сильно отталкивает. Тогда в чем разница? Сидеть им дома или ходить им в церковь? Когда они получают огромное количество осуждения в свой адрес, в чем разница? Они получают это осуждение и в мире. Те получают същото осуждение и в света. И освен това, что между, когда человек между верой и религией выбирает религию, он делает хуже себе, но самое страшное, он делает хуже окружающим люди. Потому что верующие люди и их живот зачастую для неверующих людей являются показателем Бога. К тому, в какого Бога они верят. К тому, насколько силен их Бог. И когда люди встречают хладнокровие и осуждение, понятное дело, они не захотят приходить к такому Богу. А почувствов любовь, поддержку, понимание, им захочется почувствовать то же самое. Не через посредника, а напрямую. И знаете, Иисус не зря говорил. Идите и научите все народы. Не идите и заманите. Не идите и притащите. А научите. и давайте вот как в вопросе в социальном эксперименте, который я рассказал, действительно заглянем в свое сердце и будем честны перед самим собой. Что живет внутри нас? Вера или религия? или религия. Почему люди, ученики Иисуса и окружающие люди так хотели за Ним следовать? За что учениц на Иисус и хората укол не са искали да следват Иисус толково много. Они встречали в Его лице любовь, понимание. Те са срещали любовь и разбиране в Неговото лице. Потому что не столько чудеса их восхищали и вдохновляли. как именно эта любовь. Как он был готов выслушать, понять, простить. И мы имея это понимание, это знание, эти взаимоотношения, нам надо также поделиться этим. не можем да споделим все что-то. Не обязательно, знаете, я вот заметил, особенно в самом начале разговора, козырять перед людьми с познанием Писания. Да, показываешь свое знание в Библии. Когда человек делится проблемой, и вы такие, ха! И ты неправильно все делаешь, надо вот так, вот так, вот так, потому что так. Начало надо расположить человека. Начало трябва да накараш человека да почувствуй безопасность, размягчить, нужно сделать бреж в его сердце, и потому что Иисусу достаточно, чтобы была маленькая трещинка в этом каменном сердце. И тогда он войдет в него без каких-либо проблем. Так же и в Турцию мы сможем войти, когда будет маленькая трещинка в этой защите бесовской. И это все в наших силах. Нет среди нас здесь неталантливых и неумелых людей. Каждого из вас людям будет интересно услышать. Послушать. И они будут готовы принимать любую сказанную информацию вами, если вы будете говорить ее с позиции Божьей любви. Если слова, которые вы будете говорить, действия, которые вы будете делать, они будут носить эту Божью любовь. Но перед тем, как это сделать, нам нужно самим наполниться этой любовью. Для этого надо действительно останавливаться анализировать свое сердце, быть честным перед самим собой. Знаете, нет ничего плохого признаться себе в том, что мы где-то нехороши, что в чем-то мы уступаем, нехорошим нехорошим как няма другу. Или в нехорошим нехорошим нехорошим. Бог нас меньше и за этого любить не станет. Знаете, дьявол знает все наши имена, но обращается к нам и задевает нас только через наши грехи. И нажимает он только на них, только на эти косяки. Бог знает все наши грехи, но обращается к нам всегда по имени. Мы можем свои косяки спрятать среди других людей. можем показаться насколько мы правильные, но себя, а тем более Бога мы не обманим. И знаете, когда сердце изранено, когда трещин внутри настолько много, то та Божья любовь, которую он вливает, она не сможет набраться. Она будет утекать, утекать и утекать. Знаете, я там убедился в первые три года своей жизни в Боге. през първите години, когато бях с Бог. Знаете, я возьмем стеклянный сосуд, который весь в трещинах, и я его скочим вот так вот обмотал, чтобы он держал форму, был целым. И даже визуально казалось, цел и все нормально. Но вот эта любовь, она вливалась, вливалась, через щели протекала, и клейки, материалы, скотча не справлялся в тот или момент. А когда я остановился, признался перед самим собой вначале, над всеми своими косяками, что я несовершен, и попросил Бога меня поменять, исцелить мое сердце, залечить все раны, наполнить любовью, чтобы я мог делиться этой любовью с окружающими. И знаете, насколько радуется мое сердце, вот когда я по левую сторону вижу вот этих молодых ребят, которые улыбаются, которые создали семьи недавно, и все это благодаря Богу, за то, что когда-то он исцелил их сердца. Давайте заглянем в наши сердца, и если действительно там есть раны, то давайте обращаться к Богу за их исцеление. Знаете, меня очень радует, что у нас в церкви, действительно можно сказать, что люди живут по вере, потому что обратившись, я уверен к любому, я не получу осуждение, а получу вот эту любов и поддержку. и вот эти раны они будут исцеляться. И мы будем переживать все больше и все сильнее эту Божью любовь. И с моментом, как наше сердце будет более исцеленное, оно будет становиться все больше, 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 больше. И любви будет в нем все больше, 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 И это непереодаваемое ощущение. Словами людям эту любов мы не сможем объяснить. Мы можем всячески рассказывать, но лучше, чтобы они один раз это почувствовали. И чтобы мы были вот этим правильным передатчиком, который будет передавать эту Божью любовь. Давайте все вместе помолимся. Дорогой Господь, Я благодарю Тебя за ту любовь, которую Ты нам дал, которую Ты изливаешь на каждого из нас. Я благодарю Тебя за жертву Твою, за то, что Ты отдал жизнь за каждого из нас. Я молю Тебя, Боже, исцели сердца каждого из нас. Ты видишь наши сердца, Ты видишь наши боли, наши переживания. Я молю Тебя, пошли всем, тем, у кого раненые сердца, нужных людей, которые смогут их поддержать, смогут быть этими правильными проводниками, которые с Твоей помощью исцелят эти сердца. Дай каждому из нас с каждым днем ощущать все больше и больше Твоей любви. Дай нам действительно жить по вере, а не по религии. Дай нам быть правильным примером Твоей Божьей любви, Твоей Божьей милости для других людей. Дай нам больше сил, чтобы приводить к Тебе как можно больше людей, чтобы было это пробуждение не только в Болгарии, но и по всей земле. Я благодарю Тебя, Боже, за все. Мы молились с любовью и благодарностью во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Давайте поблагодарим пастора Романа. Присаживайтесь, пожалуйста. Давайте мы перед тем, как перейти к причастию, да, уже снимать не будем. Я хотела сказать, сказать,